всем привет в эфире 63 выпуск рубрики best replace с вами бонич аспирант и сегодня мы посмотрим игру музейной буквально архивной я бы даже сказал какой-то палеонтологической давности турнир назывался век проходил в 2005 году и вот вы видите молодого муна справа на вебке еще с подростковыми усиками которые естественно являлись пропуском в трусики но не потому что сами узкие были в наличии потому что он уже тогда был популярным про геймером и девки по нему сохли играют они с андедом бу и собственно мы сейчас посмотрим как мун развлекал андедов в 2005 году вот он бу на экране этот по моему усики сбрил но судя по мутному взгляду он понимает что уже обречен турнирная игра в которой мун покажет необычную стратегию 2005 год 2005 год напишите в комментариях а что вы делали в 2005 году что с вами происходило на каком этапе жизни вы тогда находились я вот например закончил институт да я только закончил университет и поступил в аспирантуру с ума сойти я был тогда щеглом ну амун еще щеглее он прям совсем молодой ему тут 18 лет напоминает они какая-то рафляная игра в батле это турнир результатов которого зависит от результата которого зависит финансовое благополучие вот видите как бу напрягается но он уже тогда умел показывать свой креатив и мы видим что этот креатив сейчас во что он выльется ну заказывая дыка вас дыка позднее кладбище от магазин нет никаких пауков он будет играть через гулей судя по всему амун пока вот она разведка от андеда мун строит как вы видите хантерс холл но без барака мы не видим барака бу это заметил здесь варька и конечно первое желание андеда который увидел такого наглого эльфа ну во первых посмотреть а не стоит ли барак на какой-нибудь желтой точке не собирается ли эльф агрессивно крепится второе желание взять всех гулей тупо зарашить и зарашить такого дерзкого нахального длина ухала варденка на наверное отчасти взята еще и потому что она лучше других героев способна такого раша отбиваться вот они гульки и вот он как я предполагал до 2 протектора благодаря раннему хантерс холлу два протектора строятся блин а может быть протекторы можно и без хантерс холла строить я сейчас боюсь обмешуриться взят первый нож варденкой и скорее всего кидать его нужно не в гулика в дк потому что ауры я не вижу значит там взят первый койл да вот он летит и собственно разменивать нож на койл это не то что хотелось бы в общем муна есть план поверьте но будет придерживаться его задача сейчас отбить вот этот вот первый харас гулей но гули увидели два протектора и в общем да вот он сейчас только строит древо войны и нажимает тир-2 харас отбит андет с радостью что у эльфа нет барака аж два склепа воткнул но в общем здесь мун его переиграл потому что очень четко по таймингу два протектора и ничего с ними гульки сделать не могут протектора так еще удачно стоят что к ним трудно подобраться и в общем бы сейчас сидит и думает а на кой я вообще воткнул два барака вот на кой что мне с этим делать теперь полимеры потрачены гули наняты каннибализм качает 2005 год я даже боюсь представить на каком патче они играли какой здесь был баланс во что играли но я уверен что то что сейчас покажет муна вы видите что он заказывает баллисту в бараке это явно выходило за пределы всяких норм всяких доктрин и императивов игровых тех времен грэп на тир-2 запоздалый ну потому что вложены были ресурсы во второй барак сила варька будет развлекать дк помогать ему всячески крепится побрасывать ножички в крипов в гулей и в дк до всех слабых и отверженных сейчас пошла поздороваться с двумя гульками гульки тут же от этого приветствую отказались и иритировались на базу и хайдимся все грамотно буз знает что или в здесь сейчас полетит ножки такой он добивает крипа а варька пользуюсь моментом наяривает под хвост лошади со руки со своего я не знаю что у нее в руке честно говоря похоже на круг для унитаза которым пользуются садисты и мазохисты в общем что-то из секс-шопа явно не знаю как как этим можно вообще драться насколько это удобно может рука нога застрять в этом кольце но варьки виднее бу набрался смелости и выходит еще раз вот так на эльфа но он даже ведь он никак не реагирует он выбил кстати а он забрал девайс слушайте где он выбивал то он скорее всего забрал девайс когти выпали для варьки что сделала еще более жесткой тетку да он девайс забрал вот из этой точки красава красава спер умертворожилась спер девайс а пока ничего а вот пошла разведка и тут вот прям под носом у андеда а это не разведка это просто кликом но он где-то вдалеке строит еще одну свою базу мы знаем что такие особенности есть только у эльфов у них база как лес она может расти вообще везде минус акалит во время грейда кстати обратите внимание второе коли тоже на ладан дышит хотя он уж типа мертвый наверное хоть нет по моему калиты как раз то живые были если мана наношу варьки т.п. т.п. хайт на базу под манвеллы в общем задача ему на сейчас потянуть время развлечь андеда по максимуму и тут был просто пробежал мимо дерево с двумя баллистами конечно пойдем в правый нижний угол если вдруг какой жареный петух его под хвост он решил прогуляться он бы все это безобразие увидел эти баллисты бы все умерли и возможно вся стратегия муна полетела бы в тартарары но он не разведал она не полетела баллисты выжили и кстати там два курятника строят мун я честно говоря не совсем понимаю зачем ну не для талонов для дроздов а тут гарги ну да действительно нет на самом деле прошу прощения в очередной раз затупил но может быть все таки второй ранний такой ранний склеп 2 не нужен был но в целом тогда насколько я помню андеды играли как раз в гарг с двух склепов то есть и дрозды здесь строится как раз против гарг то есть здесь пока все пострадки этот лишний барак для бу не был лишним он просто был немного не своевременным можно было ресурсы инвестировать в гораздо более полезные вещи но поставил и поставил в любом случае до гарги полетят гарги начинают пинать шары по шарам глобус полетел куда-то бнк спонсор этого турнира по-моему уже и фирмы то такой нет они во что-то там ассимилировались инкорпорировались его что-то там трансформировались два дрозда дрозды так то вообще напинать могут гаргам легко у них параметр это ничем не хуже особенно под рыгом мишки но вообще во всех этих летучих сражениях все очень быстро происходит и с геометрической прогрессии растет преимущество одной сторон которая там один лишний дрозд или одна лишняя гарга превращается через пять секунд уже в целую пачку лишних гарг да все правильно эльф будет играть воздух на воздух но мы помним про засадный полк баллистический и вот он дирижабль с баллистами четырьмя баллистами заезжает на мейн к андеду тут пока идет развлекалочка гарги дрозды 4 вот минус дрозд буду думать что у него все в порядке ну типа нормально гули гарги панды нету эльфа кстати а в это время андеду помогают добывать лес нашел куда странную точку для высадки баллист это на скалистом утесе и идет очень жесткая диверсия минус лес вы не подумайте это не для того чтобы андеду затруднить добычу леса у него есть план и он его будет придерживаться так пока ничего не знает а а вот теперь знает видит видит дирижабль ага видит четыре баллисты но гарги почему-то а за ними гоняются дрозды не совсем понимаю то есть гарк то больше здесь гарки набрасываться на дроздов дрозды дают дрозда их можно перебить все-таки и каты тоже но в это время идет атака по немножко помпу бу затупил здесь гарги здесь конечно разложат дроздов дрозды пытаются отвлечь гарк пока баллисты стреляют у андеда больше нет золота добычи неприятный момент варя пока стоит за всем этим смотрит как кутузов да с пригорочка генерал какого-то у толстого был какой-то немецкий генерал фон аушвиц пускай будет неважно напишите в комментариях из романа толстого как звали генерала с немецкими корнями на воевал за нас минус барак очень долго убиваются баллисты в принципе 4 баллисты оправдались ну то есть окупились у андеда минуту не буду добываться золота и у него шваркнулся барак соответственно ну получается что 4 баллисты явно можно заказать зато золото которое целую минуту добывается ну или плюс-минус разменялись хотя бы в нули там еще экспонда считать которую дк получил 5 левел а кстати уже почти страшная музыка так здесь дроздов уже побольше и варька пришла второго левела кстати здесь проблема варьки все-таки первые ножи мне кажется даже там вторая аура дк которого он взял он же взял вторую ауру да вот сейчас будет 5 дк дрозды получают рифмуйте дальше сами и улетают куда подальше то есть единственный единственный минус единственный недостаток всей этой стратегии муна что варденка не качалась бы не так то прост пятого левела дк про баллисты знают да там золото чуть побольше часу эльфа за счет той минутной задержки в даду чуан деда но с другой стороны за счет прокачанного героя мне кажется все нивелируется варька успела хлебнуть в баре для храбрости нахлебалась на половину своих жизней и стоит сейчас отсыхает вопрос номер два что делать дальше да потому что но для муна на этот вопрос ответ уже есть он поправил свои д'артаньянские усы все три волосина так закрутил и дальше заказывает баллисты то есть ему понравился размен очевидно и он хочет все это повторить заметьте никаких экспандов ну здесь и карта такая не очень удобно да для экспо всего три той ну три точки желтых и одна красная почему-то как блямбас как прыщик на лбу краснеет где-то сбоку все это может легко мониторится но я все равно старичка муна не узнаю обычно к этому моменту у него уже 16 экспандов даже на эхо айлз а если вы поняли смысл этой шутки только для гурманов варкрафта только для экспертов музыка жуткая боевые барабаны орков бьет хорошо что здесь орков нет можно пережить там видимо куда огур чихает на заднем плане коронавирус он такой отстраивается потихонечку андет достроил крипт здесь гарги на всякий случай сторожат заветную курскую высоту с которой прошлый раз была диверсия иммун с криком можем повторить отправляется на второй заход разведочка отличное кладбище танкующие как мы знаем кладбище это оборонительное сооружение андетов а чё нет там оттуда скелетов можно бесплатно поднимать вообще неприятно начинать свою атаку сразу с кладбище да это морально обезоруживает врага все-таки здесь аура плюс земля но дроздов очень много и вот то что я говорил он просто наклепал там на пол дрозда больше и посмотрите как терпят гарги все это стадо гуль вообще не представляет из себя никакого смысла они вообще не знают зачем они здесь на этой карте в таком количестве то есть можно было попробовать этих гуля отправить на разведку где живу на проксе здание вы отменить их но дрозды в этот раз дали того самого что рифмуется гаргам буду тоже понял что гули здесь не играют никакого экзистенциального смысла он отправил гули пастись а сам пошел в атаку на эльфа он видимо хочет бэйстрейд но как бы с тремя баллистами давай до свидания удачи тебе бэйстрейдится миграция гуль теперь они будут здесь жить на базе у эльфа минус целых два в спа и минус 1 гуля а где же койл недоконтролено разутюжил всю базу андеда эльф здесь очень тонкий расчет все таки мне кажется вместо 4 5 8 ха ха 28 гуль можно было построить чуть больше гарг и как-то отбиться потому что ну это очень тонкая война в этом воздушная там эти все юниты они мало хитовые и много дамажащие и поэтому как только там преимущество одной стороны микроскопическая в начале боя достигается сейчас варька умрет но не знаю насколько это спасет андеда который да наконец-то он увидел а почему не съесть бы почему бы не съесть 2 ну ему там базу как раз воплощает тоже не очень приятно до минус main блин как же он развлекает минус 3к ты но это уже вообще никого не интересует минус main у андеда это гг но это близко гг то есть пофигу на эту варьку еще баллисты андет явно растерян то есть ту четыре протектора я только сейчас заметил андет явно растерян и не понимает что с этим делать то явно была заготовочка от муна он обескуражен он просто не знает как реагировать весь этот вывод от гулем просто абсолютно не то он ставит пичку это по-моему было коронное изречение пипса да этот и этот его постулат о том что не знаю что делать ставь экспант так и поступает андет но это слишком нагло короче микайса вну а андету не хватило разведки увидеть что строит мун то есть надо было поискать правосы здания подготовиться заранее б андету явно не хватило понимание того как реагировать то есть он после первой атаки кат должен был наверное все таки как-то лучше устроить свою разведку и ну явно ему не хватило гарк он перестроил гуль не достроил гарк гарки получили звездюлей знатных проиграли воздушную битву из после этого карты все разутюжили к чертовой бабушки потому что останавливать их было просто нечем ну и сейчас андет пытается заковырять три баллисты амун развлекается с дирижаблем до засаживает высаживает так можно и дк раскатить в общем а из дк сделали такую собачку знаете щенка который гоняется за мячиком за одной к той бежит она в дирижабль высаживается другая у андета не осталось базы это конечно уже gg всем это понятно стадо гуль набросились на одну елку как будто это она виновата в том что проигрывает ну и дальше мун я думаю будет красиво заканчивать я не знаю как но стратегия конечно прикольная то есть на нежданчик может закатить вообще легко он знает где находится здание бу потому что кубу нет мэйна я буду я свой мэн про доев если у меня король обценных рифм ну и продолжается здесь террористические атаки остроуха организация альмунайда разрешенными территории российской федерации продолжает травить уже вторую базу да ну здесь gg пишет бу там все было понятно еще минуты четыре или пять назад вот такая вот интересная игра я надеюсь вам было приятно окунуться в атмосферу 2005 года может быть некоторые из козюлю вытащил ну да нормально кстати неожиданно раскатал но абу абу понял что ему дойти на завод потому что в варкрафте вы мало что светит пошел пожать руку легенде тогда еще никакой не легенде а молодому начинающему ночь перспективному легенды конечно он станет по соответствии десятилетий десятилетия да ну вот так мы вспомнили каким был молодой мун каким был молодой варкрафт и посмотрели на творческую стратегию эльфа против андеда надеюсь вам понравилось спасибо огромное всем кто продолжает поддерживать канал подписываться на наш густе ставить лайки и просить в общем вносить свой вклад в существование рубрики best и place а это спасибо вам и от баниура и от аспиранта мы продолжаем любоваться муном ну сын маминой подруги кипичный да бу уже понимает что надо трудовую книжку нести куда-нибудь на фабрику потому что ну в общем что дальше то играть в играм тут все понятно уже с карьерой зато олимпийка осталась турнира а тоже неплохо кстати я очень люблю сувеникутырить рассказывает бу сейчас видимо своей маме что он был неправ что тратил годы на варкрафт мама это я тебе говорила а я тебе говорила нужно было юридически идти в общем это ценные кадры конечно исторически так приятно посмотреть на молодому молодой варкрафт такой щегол вспоминаем дай мы сейчас нынешнего щегла 120 вот ничем не отличались такой же худосочный в общем спасибо большое всем друзья это был бойнич рубрика best replace увидимся с вами в следующую субботу а подписчики бусти ту увидят выпуск на неделю раньше остальных услышимся увидимся играйте варкрафт и вспоминайте со слезами на глазах свой 2005 год